Быть богатым, но жадным, или бедным, но с добрым сердцем? На этот вопрос сам себе отвечает главный герой Николас Снайдерс. Всю жизнь он только и делал, что копил деньги. С крягу из Сардама играет по совместительству и режиссер спектакля. Как режиссер, выросший из актера, взял этот материал в расчете на то, чтобы немножко развить свои способности, возможности и как режиссера, и как актера. Во всяком случае, этот материал позволяет это сделать, поскольку, играя один персонаж, мне по драматургии необходимо сыграть на самом деле две его ипостаси. С помощью магического зелья персонаж из отвратительного гнусного старика, которого закидывали камнями прохожие на улице, в одно мгновение превращается в человека, способного увидеть и почувствовать прекрасное. Видишь это облако? Он уже похож на госпожу Толас. Просто с вами, господин, знает. Я не знаю, Кристина, ты лучик посмотри. Посмотри, пыль. Пыль в лучах, солнце, она же превращается в золотой дождь. Есть в спектакле место и любовной линии. Служанка Снайдерса Кристина без ума от нищего матроса. Они собираются сыграть свадьбу, но злобный главный герой мешает им. Спектакль много лет шел на сцене с большим успехом, и сейчас он обрел новую конкурсную жизнь. Его покажут на фестивале любительских театров в набережных Челнах. Финальная постановка состоялась в рамках Орловского бархата кулис. Планируется еще съездить и посмотреть спектакли не только Орловских студий, но и по области. Вот вам Ценский район, Залегощинский, ну и многие другие заявки еще к нам поступают потихоньку. Так что фестиваль обещает быть красивым, большим, творческим, насыщенным. Члены жюри уже отсмотрели четыре спектакля. Итоги фестиваля подведут в апреле. Юлия Сабельникова, Алексей Нескин, Арсений Куликов, телеканал Первый областной.